привет друзья сегодня поговорим о сотовой связи и как раз тут на днях купил телефон себе iphone 12 max самый последний который сейчас есть как раз специально для блога вот я на него записываю видео я его использую как камеру теперь потому что я пытался на свой старый телефон xr писать мне не нравится там нету стабилизации все трясется у меня еще gopro и старая трешка я тоже не пытался писать но туда не присобачивать звук но нет этого входа джека там вообще никакого входа нет потому я там пытался записывать на на gopro видео а звук на iphone то есть просто я включал диктофон ну короче это слишком как-то все сложно поэтому я подумал что легче купить нормальную камеру нормальный телефон а так как телефоны сейчас намного круче чем камеры даже профессиональные снимают хорошо то лучше уж телефон купить я как раз сейчас расскажу по порядку начать так как я приехал в америку да то есть соответственно у меня не было телефона у меня раньше был iphone 4s я его купил там в двенадцатом тринадцатом году по моему перед таиландом как раз я его купил на юноне то рынок у нас в питере типа горбушки в москве славные времена и вот я там купил поддержанно то есть он еще был не новый поддержан телефон я его купил с ним походил лето и осенью ехал в таиланд в общем этот телефон со мной был в таиланд потом год потом год во вьетнаме мы жили с наташ в общем он долго-долго у меня был и потом приехал женился с этим телефоном и ребенок родился с этим телефоном я приехал в америку то есть лет у меня восемь был где-то так наверное я приехал в америку соответственно я краем уха всегда слышал читал что в америке есть какие-то контракты нужно контракт подписать на линию там туда-сюда какие-то переписки чуваки возьмите меня на линию там я вообще не понимал что происходит речь но на место с тем не объяснили ребята что это пока тебе рано потому что документов нет нет сошила то есть то есть на не можешь ты сделать контракт нет social security жди пока получишь но огуря что мне делать пока как бы нету сошила этого делать как стать есть что в нью-йорке есть пару компаний которые по предоплате может быть статьи небольшие оператор тоже то делать но я как бы не вникал в свой процесс в общем есть операторы связи это назвали на эту компанию название я пошел купил сим-карту но даже сейчас честно говоря не могу вспомнить он работал там буквально в пару городах и в пригородах нью-йорка что то есть это как бы не рассматривается это как бы локальная сеть в общем забил я на google maps типа там продаж типа сим-карты да как бы там сал сим-карты и про купить можно еще пока время хоть там закуток набирает они туда пошел пришел пришли мы с нашей вместе и там только закуток знаете как у нас вот прямо на рынке то если там дяденька с паяльник а вокруг там всякие железяки валяются всякие там кейс от айфонов там какие-то чехлы что там еще и я говорю здрасте хочу вот такую-то компанию хочу по предоплате купить сим-карту что у меня было с интернетом всеми делами искали окей по моему там интернет что 3 гигабайт или 5 гигабайт был куда лимит короче был интернет и стоило это все удовольствие 50 долларов то есть 50 долларов платишь и месяц пользуешься как у нас россии собственно такая же система предоплата чаще всего использую я пользовался по крайней мере и такой ok он спрашивает сим-карта высока большая маленькая говорю небольшая же айфон четвертый вот такой на свой говорит знаете где-то у вас не будет отработать я бы что-то говорит ну так стандарт другой тонн то есть в общем нанотехнологии все такое я говорю да да я говорю ну что делать взял эту сим-карту ходил с сим-карты видите когда тут а нет авария была а вот еще одна машина в попу въехала я думал стоит просто да часто ставят перед строительством ставят эти списки машина чтобы внимание было так сказать повышенное у водителей так вот и что делать дальше стал ходить с этим телефоном связь но более-менее но я особо там никому не звонил вай-фай был не вай-фай а интернета был так себе вот но мы знаем он был лимитирован но через пару месяцев фу через пару недель я устроился как бы много на работу не устроился я начал работать на доставке в нью-йорке на велосипеде вот и мне нужно было убириться и постмейтс и мне нужен был этот интернет хороший соответственно катако телефон мой интернетом не пользовался не ну ка будет точно просто мой телефон как бы его не воспроизводил да то есть не мог его сигнал поймать там была буковка е написано только и все как бы и не было ничего такого хорошего у меня со связью я одно время даже бегал дать и так от старт старбакса до старбакса чтобы там вай-фай какой-то поймать на карте что-то подгрузить потому что тоже знаете было не очень круто помню что даже ночью чувака тормознули там говорили можно ваш телефончик мы потерялись нам нужно нам к метро выйти то есть были конечно свои там приколы в этой области так вот мне нужно было выходить на работу да то есть садиться на велосипед не был там может расскажу потом я был там электробайк тоже там куча историй как я доставкой занимался кстати на пикабу пост написал про эту ставку он там 100000 просмотров собрал и даже лентуру написал про меня заметку типа россиянин уехал в нью-йорк и разбогател на доставке конечно лентуру уже не то так вот и я зашел на amazon думаю так нужно купить что-то дешевое что-то дешевое потому что денег нет и работа еще не начала уже затраты какие-то непонятно купил себе какой-то nexus какой-то там android за за что-то 120 долларов по-моему до 120 долларов чтобы этот у меня до этого ни разу не было андроида я вообще не знал каким android пользовался и сразу расстроился потому что мне не понравилось как как вообще как он там внутри все это работает все было непривычно туда-сюда в общем я расстроился на эту тему стал дальше думать что делать ну что делать ничего буду пользоваться сам прикол был в том что в первый рабочий же день в первый рабочий же день я сел на велосипед принял заказ после первого заказа принял и забыл закрепить его фолдер да в зажиме и мой я такой еду вот буквально минуту еду смотрю на телефон вижу он только туда-сюда болтается я думаю о щит сейчас упадет и такой притормажив чтобы его как бы аккуратно заделать это это манхэттен это манхэттен это 30 улица недалеко этого дома где утюг знаете дому дома в форме утюга когда знаменитый нью-йоркский если кто не знает погуглите забейте нью-йорк дом утюг создаю эту фотографию и там трафик я как бы боюсь да то есть что-то дернулся туда-сюда чтоб резко затормозить на машину сзади но и в итоге притормаживаю и почти затормозил телефон все равно падает по асфальту короче слейдит и я такой вскакиваю бегу-бегу поднимаю слава богу экран целый но задняя крышка и камера полностью покорябана камера сразу разбилась там грубо говоря в первый день пользования этим телефоном на работе такой черт ну ладно камера не особо нужна думаю окей главное что интернет работает начал ездить с ними через через две недели я уже уставший и там заработал что 200 баксов на такой такой уже едут домой домой уже собирался летом нью-йорке жарища ребята на велосипеде я весь мокрый есть такой лайфхак нью-йорке что люди все пьют воду из-под крана то есть реально в нью-йорке очень спокойно можно пить воду из-под кран все кого я знаю все пьют воду из-под крана поэтому что-то там такое вот и на манхэттене очень дорогая вода на прибавлен к колы до 0 33 стоит 1 доллар на самом деле я уже потом это узнал там когда сюда пихся на каролину и волмарте сначала отовариваться если купить блок блок этой 24 банки стоит 7 чем-то долларом в общем на себестоимость этой банки на самом деле 25 центов 25 30 центов себестоимость этой банки то есть народ где-то закупается там пригороде и на манхэттене начинает короче банчить там три раза дороже дороже окей и вообще вода тоже доллар стоит и я такой а пить время хочется я в русском магазе купил короче синтуки себе выпил их и потом просто дома наливал себе две полторашки воды в рюкзак клал а у меня в рюкзаке была запасная батарея от велосипеда то две бутылки воды и визень по макетному катался я это выпивал ту воду там достаточно быстро все равно очень быстро там смесь стекло все и потом я захотел какой-нибудь заказываешь кафе ешь в туалет просто снова набираешь холодная ключевая вода она очень классно и вот я такой уже весь уставший мокрый потный такой смотрю на навигаторе выставляю метро чтобы ехать додому нажал нажимаю кнопку то абсолютно велосипед еду смотрю и думаю ё-моё я опять забыл просто уже ты песен там поплыл я весь уже поплыл короче к тому времени и я если что кому он такой смотрю падает и сзади машина пойму так четко колесом проезжает но я такой подошел поднимаю все полностью экран разбит изображение нет ничего короче вообще это было знаете такая один из самых таких обидных моментов америки что в этот руки ну то что опускаются такой думаешь блин целый день сня пахал и вот и напахал шоку тену грубо говоря новый телефон окей пришел домой зашел на amazon купил себе а уже iphone 6s восстановленный до 180 долларов и уже с ними ездил далее на счет сотовой связи здесь плохо работала на манхэттене небоскребы то есть имеется ввиду связь так пропадала то что блоки вышек мало антен этой компании и когда они куча небоскребов они блокируют сигнал отражают туда-сюда но и в итоге я терялся иногда то есть особенно вот в этом в деловом центре где вот это волл-стрит то вообще небоскреб на небоскребе и там с ума сходил навигатор то еще дарни какие-нибудь правительственные глушилки стоят это там туда-туда сюда в общем иногда так едешь едешь раз он карта и ты как будто находишься там вообще там не знаю в ста километрах этого места ты не понимаешь куда дальше ехать особенно только приехал город вообще не знал что это какая-то меня линия долго надо перестроиться так момент момент в общем я решил я решил что буду пользоваться на что делать что потому что дешево и следующая как бы смена сим-карт и всего остального произошла тогда когда я когда я начал когда я переехал переехал в новые апартаменты пока я там работал на велосипеде то сюда меня наташа была в россии что у него была учеба второе что ребенок был очень маленький как бы без хаты своей без жилья и мы до этого комнату снимал так ну куда деваться вообще накопил на этом велосипеде на своем денег на квартиру нашел девушку не тоже ребенок нашего возраста девочка наши дочки и мы она как бы искала себе румейта то есть это как бы была такая трехкомнатная квартира на кома-то 100 летом ванной наша у нее комната 100 летом ванной и у нас общая кухня с ливенкомом залом да и я такой вселился купил ребятам нам своим билет такой говорю а чё с интернетом не за суши в котором а нет интернета наград я меня нет компьютера я он на youtube залипаю на айфончике нет к быть интернет вообще не нужен то есть я только понял и думаю что делать а фишка в том что это сим-карт она не раздавала интернет то есть она не спот не делала я не мог себе раздать на ноутбук интернет окей вот пришло время делать контракт я пошел грубо говоря в ближайшую сотовую связь это было это был тимобайл так как это брайтон все разговаривают на русском и я доступно смог получить информацию где многие отругают брать как помойка советский союз там бла-бла-бла-бла мне вообще комфортно было все четко было я приехал на брайтон бич отдельно сделать при этом может быть расскажу про жизнь на брайтоне что нелпит страховку и банковский счет это и все в общем мне понравилось или куш там жить но как старт это очень неплохое место для старта так вот зашел там был такой паренек с белоруссия слава его назвали помню там все объяснил говорит давайте ваш ваш сошел мы в этом забьем сделали сразу запрос мой сошел были все у вас прекрасно у вас лимит в нашем типа заведения до 3000 долларов то есть вы можете контракт оформлять там в долги по связи заходить на 3000 мы как бы вам делаем такой лимит или купить тебе телефон я только думаю нет телефон я уже купил мне как бы не надо и оформил себе контракт на сотовую связь значит сотовую связь месяц стоило 70 долларов когда приехала наташа то на мою линию я мог закинуть пять человек до наташа закидывают к себе на линию и сотовую связь уже стоит не шить не 70-60 долларов то есть скидка с каждого да уже не 140 да как могло показаться 60-120 плюс если ты оформишь оформляешь автоплатеж автоплатеж чтобы с карточки списал автоматически там за 32 за три дня до когда за плане подходит то скидка еще 10 долларов то у нас получилось 150 долларов на двоих безлимитный интернет разговариваешь тоже безлимитные смски безлимитные все безлимитно единственно что все потом в роминг улетаешь или куда-то еще токи просто потом счет который в конце месяца и выставляют добавляется например наташа там тоже в том уже потом летал летела там . опять в россию и остался в америке и мы там созванивались по американскому номеру и потом и там за три минуты что-то 7 баксов наверно что в роминг роминг в роминге то есть такая ситуация мне просто счет выставили вижу там что-то сумма стран обычно одинаково что-то распута лишних 7 долларов зашел посмотрел да вот межгород вот тимобайл начаться у нас тимобил тимобайл то как называет я буду сети вышки делать очень много я ставил 5g антенна тимобил мобайл в принципе я доволен нормально покрыть очень большое все хорошо в этом плане тоже я вот дома в квартире раздавал себе интернет и уже это наташа приехала нет мне тоже был iphone 4 и как и у меня в прошлый раз та же самая ситуация что не работает тогда вышел iphone x новый этот x до 10 как здесь называют его бы римская кажется римская 10 и то есть даже наш к я разговаривал с этим парнем слава он говорит нам как бы ну запрещено говорить x на это 10 apple 4 то 10 нужно говорить что это 10 я говорю никаких проблем типа нет конечно почему нет и он говорит смотрите как раз вышел десятка у нас как бы восьмерки подешевели я говорю ну давайте возьмем что-то там 400 долларов что ли стоила эта восьмерка и говорит все очень просто вы забираете телефон он на контракте у вас вы платите в рассрочка как бы то есть беспроцентная вы просто платите что-то 25 20 20 22 доллара или 20 долларов платили какое-то время вот что ли я уже забыл в общем и все просто к этому контракту там к сумме куба греха 10 долларов добавляется чем двадцатка сверху нормально вот так наташина появилась то есть восьмерка я поехал работать на вышке тот телефон который у меня был 6x до который купил для доставки он начал сдавать там батарейка просто умирала через два часа зарядила у с утра через два часа но установлено ясно что батарейка еще не понятно какая полулевая там наверняка стояла и я очень не был на связи все время но я думаю надо купить телефон себе и купил себе xr вышел как раз тогда в год назад я купил себе xr тоже его разбили мне на уже только на два года я платил по 20 там тоже там 20 чем-то долларов короче то есть наша сумма там выросла 160 баксов 170 начала делаться окей какое-то время я думаю дай-ка куплю себе часы короче а его 4 apple watch 5 в общем купил их так же они 500 долларов стоили не большой экран 500 520 или 540 так же повис я даже в никуда не ходил мне просто по почте сюда пришло просто понял на сайте пришло по почте вот я их походил походил с ним что-то не менее не очень понравились я с наташей отдал вот и недавно кстати купил себе шесты шесты мне больше нравится я особо ничем не отличается вот я шестыми хожу и вот сейчас еще на днях купил себе iphone макс двенадцатый чтобы снимать видео восьмерка и xr уже выплачено то есть знаете как бы сумма 200 там чем-то 200 долларов я уже каждый месяц я плашу за сотовую связь там сидит телефон и часы все это висит вот мне это очень нравится очень удобно на самом деле то есть не какие-то карточки это платежи просто тебя приходит счет нажимаешь там авт ну даже не нажимаешь межом потеш стоит просто списываются деньги там и все дебетовки из кредитки можно заплатить их проблем в этом плане нет купить телефон в америке очень просто то есть то есть код айфоном или там не знаю там самсунгом не удивить то есть она столько просто покупается как лом сдается там в чем прикол в том что например сейчас осенью выйдет новый телефон за 13 что там не ходит я просто иду иду в тимобил даже не еду я про захожу на сайт говорю апгрейд захожу свой аккаунт нажимаю говорю хочу апгрейдить свой телефон вот они говорят как у каком качестве от интересу телефона я говорю что мне там в чехольчике да что он там накрыт что меня в этом в кулечке как пульта раньше заворачивать также все было все закрыто и они мне просто потом мы все их устраивает как бы 3 дым такое и метал какую-то сумму начисляет последний раз на этом вроде бы 400 баксов тебе как бы могли начислить сверху то есть я купил за телефон получается за штуку что за 1100 вот 1100 там плюс налоги что 150 1150 до 400 500 долларов могут вернуть запросто вот насчет про закидывают тебе и с него то списывается связь вот так что вот такая вот вещь телефонная связь конечно она недорогая относительно некоторые люди там себе например на контракт по по 5 человек и них уже там затем там по 30 долларов платят за связь каждый друзей типа вместе делается то это нужно были очень таким близким другом в том плане что потом не скачивал чоками 30 должен ну вы поняли для семьи это идеально то всякие скидки для военной для тех для всех вот так что вообще не проблема собственно все что это рассказать просто тут связь не знаю вопрос есть спрашивайте так так в принципе все спасибо друзья пока